Рассекаю воздух по асфальту, в подворотне, в переходе, в переулке, утром раним, я первый на споте, 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 я первый на споте. Снимаешь штанишеры, шорты, а львови штанишеры и красивые шорты. Снимаем. Трусишки прям размер-размерами даже. Штанишеры. Ну че, Санек? Тебя все ждут. Че, можем чайить? Нет, Санек переодевается. Сейчас ночью по курице ходит, за кофе потом. Зайкс, бля! Охуенно, бля! Мэтстрендинг не сделает. Мэтстрендинг, да. Мэтстрендинг, да. Здравствуйте, с вами шоу на споте. Это HHVIR. С нами группа «Цыган». Здорово, пацаны! Привет! Йоу! Погадайте на руке, пожалуйста. Давай, посмотрите, погадаю. Давай, пойдешь? Как даем? Блин, чел, в 12-й фазе Меркурий загораживает Венеру, сегодня не получится. Не видно линию. Очень хотелось. Не хотелось. Завтра подъезжай. Завтра подъезжай. Хорошо. Посмотри. Ты мне адрес. Соль возьми с собой, яичко. Нужно будет. Яичко покатать надо будет. И жменьку соли мне, чтоб ты ее потрогался. Завтра подъезжай. Яичко. Это несколько лет. Если я губ, я перебегу. А я хочу. Что не было. Все, это все. Тихо. И может быть, как я могу. Но я не знаю, что я запрещала. И я хочу. Эта вода. Подолит ваша Домка укладил Обувь огонь Себя освободил Домка не его обещал На заводной иске Потроповой водой Отпаси, герой Самый своей Стой не родной Кровавый свет Неселый свет Подняться им Привер детьим Попятенся Попятенся Наверю вас Внеслотят вас Попятенся Внеслепра В начале весны Вы ездили в болото тур Как откатали? Замечательно 10 из 10 А сколько городов было? 10 10 из 10 10 из 10 Откатали? По факту было 10 10 из 11 А что, один концерт отменился? Санек загасился Он не отменился Он даже не забился Там была большая вероятность Меньше Но в итоге Волгоградская область Волгоградская область Перед ковидом Как бы содрогнулась И там вообще все Ну а Волжская это была область Соответственно Дед включай От гаража Там были какие-то Варианты Еще в каких-то других местах Сделать Там где-то у кого-то Где-то на отшибе В каком-то доме Но в итоге сказали Что вообще никак Мы знакомы Волгоград писали После Волжского Там Дима Сусин сказал Ваши не варианты Что они там жесткие То есть, когда даже вот ребята есть с Рофи, не рискуют делать. В целом, вообще какие-то были такие странные какие-то ситуации в этом туре? Очень много. Ну, расскажите парочку хотя бы. Саня, расскажи про чувака, который... Нет, сейчас... Проворонишь и разогрел. Проворонишь, да, про чувака. Протёку воротишь, а Лёха, ты за чувак. Король за металла. Девушка была очень роскошная, голосистая, на какой-то группе там ворвалась. Да, я оказал, что это именно та самая девушка с Рофиста 17-го года, которая... Легенда. Да, легенда. Я немного не в теме, если можете... Ну, в 17-м году произошло ЧП на нашем выступлении на Рофисте. В Соколпите, там, вот парень лёг в конкурсе. Произошёл хенджон, да? Да, вот девушка, да, начала проявлять... То есть, ваша музыка возбуждает молодых людей, я так понимаю? Наверное, да. Да, и в Воронеже была та самая девушка, и она на голом Турсе была. А ты не рассказал, что происходило в Рофисте? Всё, орочи. Короче, получается, девочка просто подрочила парню, прям, всё, купите. Я правильно понимаю? Да, я думаю, здесь можно. Дрочка. Френд дроп, так сказать. Хотел у вас узнать по поводу тура. Вообще, как с организацией в целом, вообще, в городах? То есть, никаких проблем нету, ну, я имею в виду то, что, типа, достаточно всё просто договариваться и так далее. Был прикольный концерт в Туле, когда организатор приехал, не приехал на концерт, приехал только под конец и сказал, типа, yo, чел, я опоздал на электричку, короче, через концерт. Ну, не под конец, нет, на самом деле, он просто не приехал на самочерт, ну, типа, организаторы разные, в этом туре как-то всё удачно сложилось. Нормально. В организации, да, то есть, и у нас была очень классная команда, мы, естественно, брали с собой звук режиссёра Стаса Баранова, брали с собой мерч Гайя Лёха Увидина, Тату-Мастер, такой классный. Он очень хорошо продает мерч, на самом деле, там просто, я чуть сам не купил, как-то. Вот. Взяли, ну, с нами ездил Валера, сферический водитель, такой популярный в узких кругах, и его девушка Настя, которая, собственно, была фотографом. С фатрон-городкой. Она является феминитивой. Феминитивой, это так называется вроде, да? 21-й год. Короче, нас было 9, это было максимально весело. И тюлень был с нами. Здесь всегда, всегда, и сейчас он здесь тоже. Так, чем вообще вы занимаетесь в целом вообще в жизни, ну, типа, кроме музыки и так далее? Какие-то есть увлечения, там, работа какая у вас и так далее? Кроме музыки, я работаю. Кем вопрос? Просто интересно что? Я 8 лет проработал в недвижимости, и переедя в Москву, я решил через 2 года сменить кардинальную сферу деятельности, и сменил работу, кстати, вот здесь рядом еще. Директ-кредит компании. Фу. Нормально. Ну, занимаюсь физкультурой. Вот в гонке героев недавно участвовал, потянул колено, но нормально. Спорт — это жизнь. Достаточно. Ну, я играю в группе «Цыган», помимо этого, работаю на телевидении, по большей части, на эфирах. Иногда занимаюсь спортом, иногда пи-пи-в-клор. Как только нас спас, да? Ну, почти. Пи-пи-в-клор, чуть-чуть спорта и хорошее настроение. Лёха профессиональный тусовщик у нас есть. Да. Попрошу. А, я звукорежиссер. Тоже. Вот, собственно, да. Это моя основная профессия. На детей еще, чтобы правильно понимать. В фрилансе. Ага. На разных студиях. На классных. Я, кроме музыки, занимаюсь музыкой. Ну, получается, я преподаватель гитары. Я, получается, работаю сессионно. Я играю в хэвергруппе, играю в группе «Цыган». Ну, и пишу песни. Ну, в целом, вся твоя жизнь включается в музыку, правильно? К сожалению, да. Да, наоборот. Часть. А вы, молодой человек? Я татуировщик, Headflow 7, тату коллектив. У меня все просто. И? 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 А, и? 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 Да. А, я начал заниматься, да, перманентным макияжем. Потихонечку. Записывайте все к ним нормально. Смежно. Нормально работает. А, есть какие-то сайт-проекты у вас, ребят? Ну, типа, в каких еще коллективах, может, играть? Ну, мы еще гоняем тех, у кого свой проект. Да. Ну, я просто на волоске держусь, да. Это правильно. А, что по релизам? В ближайшее время вы вообще планируете что-то выпускать новое? Пишетесь сейчас? Какая-то работа идет на студии? Сначала на третий альбом, я думаю. А потом второй. А потом уже второй. Слишком много времени прошло. Слишком много времени. Слишком много времени прошло. Альбом про роботов, да. А, что-то я такое слышал. А что за альбом про роботов? Да это байка, это байка. Просто не будет альбом про роботов. Будет еще более социальный текст на третьем альбоме. Ну, про футбол. Про футбол, футбол. Не будет ничего. Я думаю, вы как Руслан Гозев. Альбом на самом деле уже готов. Был давно. Просто что-то релизить как-то не хочется. Без консков, без туров, без всего. Но сейчас вроде с ковид на все это поле глось. Надеемся, осенью получится сделать релиз уже полноценно. Просто не хочется его пулять в сетку, укладывать там. А в целом много треков? 100 лайков, 200 репостов. Вот это вот все. Треков 10 или 11 будет. 10 или? Пока не решили, да. А ну кайф. Не думали по частям выпускать? Как вы вообще относитесь к тому, когда вот типа разбивает альбом, например, на несколько частей? Или там синглы выпускает? Я положительно отношусь к хорошей теме. Ну тебе как думаете вообще? Нормально? Старый закалкиваю. Вы тоже за альбомы? Ну максимум, может еще подумаем, может синглы еще один выпустим, но маловероятно перед альбомом. Там просто не столько песен, чтобы его на две части разделять полностью. Типа, если мы разим на две части, то по две минуты части получится. Альбом всегда 4 минуты 22 секунды идет, поэтому делить его смысл особо нет. Два года выпускает. Это с интро. Да. И с утро. Без интро две с половиной минуты. И сэмпл там еще будет. А фиты какие-то можно? Нет. Я не очень люблю фиты. Я люблю фитовать, а фиты в группе цыганов нет. Только со сноутдогами. Охуенно. Когда напишут мне, Виталий, здорово, тут слежу за творчеством, хочу фитовить группе цыганов, скажу, конечно, залетай. И Кипелов тоже, да? А, и Валер Кипелов, конечно. Два человека, которых я вижу в группе цыганов, не очень вижу. Ну а если серьезно, если подумать, с кем бы вы хотели, даже учитывая то, что против фитов. Вот фитовик серьезно сказал. Сноутдог. Типа Кипелов и Сноутдог, правильно? Ты? С Лехой Бузуновым. Либо... С Владимиром Шагером из Ермака. Просто все посмотрели. Окей! Я бы хотел, либо с Лил Пипом, либо с Фейсом. Так они же умерли. Живой чувак. Брой, да? Живой? Живой. А фит с вокалистом имеется в виду? Ну да. Фит с вокалистом Лил Пипа, который умер. Интересно. Так, по поводу репетиций хотел у вас узнать. В целом, ну вот в неделю вы пару раз хотя бы репаете? Или... Так, я слышу смех, значит, это... Пару раз и репаемся, да. Не, ну в смысле у вас постоянные репетиции? Или вы как, типа, по мере свободности? Постоянные. В неделю две репетиции. В неделю две. Стабильно, да. У Влада больше. Он отдельно еще занимается. Блин, мое уважение, господа. Это тоже, блин. Прекрасно. Молодец. Еще на власть держится. Лучше домой приходит и, типа, играет. Нет. Я прихожу на базу и там играет. Дома у меня нет времени. Вовсе сидит по клавиатуре палочкой. Опа. По поводу материала. Как вообще происходит у вас запись? Типа, кто-то один пишет демки или вы как-то собираетесь? Как это вообще происходит? Никак не происходит. Не, ну вообще в целом. У нас сейчас новая база как раз у Влада Чернина. Мы вписались. Там «Байс Хасфор Афганистан» репетирует. Это там, где «Спасибо» еще репают? Нет, «Спасибо» там. Не-не-не. У нас такая репетиционная база наконец-то за ней петирует. У нас репетиционная база такая, что мы наконец-то осуществили свою мечту и мы наконец-то записываем репетиции. Да, на каждой репе записывается мультитрек, потом мы его просто отслучиваем, кто везде и мастерал. А потом «Шайминг» производит. А потом «Шайминг» производит. А потом «Шайминг» производит. И «Кибербуллинг»? 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 А Влад, кстати, уже третий «Влад» в наших группах. «Влад 3-0». То есть исключительно по этому параметру, да? «Влад 3-0». И, собственно, и будущие демки так и будем писать. Просто вот что-то оно получается, джемли, джемли. Ну то есть вы джемите, получается, в основном и оттуда потом берете какие-то куски. В новом составе мы еще особо не делали нового материала. А так мы вот летом сейчас будем с себя тащиваться, как раз чтобы сделать третий альбом. Про роботов. Да, да. Крутко. Хотел бы Виталик лично спросить. А что тебя вдохновило на такой сценический образ, вообще на образ, в котором ты выступаешь? При сложном вопросе, что я не помню. Он просто так решил. А ты всегда выступаешь в «Шлепках»? Да, в «Шлепках» всегда. Просто когда мы ехали на концерт, по-моему, только это и было забыло. Это выглядит вообще… Не, ну просто да. Но с мантией, конечно, сложности какие-то уже, что-то уже поднадоело на самом деле. Думаю, как-то отказываться от этого образа. Но пока что мне получается только нашивать на нее все новые тряпки, туда пришивать. Я вчера занимался, палец порезал. Почему? Рокачивал, да. Тряпку половую к ней порешил, теперь вниз. Посмотрел фотки с последнего концерта, а там трусы. Подумал, что уже… Ну, в общем-то, она получилась так, что у меня еще есть две мантии другие. И они, как ты выходишь, они такие новые, не то. А вот эта именно, которая уже такая бывалая, она в разных местах была, она такая уже своя, что-нибудь какая-то. А что мы думаем заказать ростовые костюмы для… Да, все хорошие. Это же из себя. У меня интервью происходит. Все. Влад, закончил? Да. Какая-то она тут? Но отечеи поросают вновь. Но бедет все самое, но… Ты увидишь всем, а бедет пули в полу. Складит после стерлинья, Сквозь нашел на стулах, Не дам бедо мне, Не дам бедо мне, Где-то стало на стерлинзах, Дождь, 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 но одежды порастают рук Заберяется, старая война, да, не уйдешь, нет, не зерен, поймать Помоги слез, я так неуполимо, я тупо тащуся, страшно силой Затклой год, если ковышь, стану тебе вспомнимой Не звонит, как за чешуек, строгая грязь, угрозной, гирой Это все, хурат, собака запрессит, никогда никого не спасли Дет вас здесь! Дет вас здесь! Дет вас здесь! Вы недавно играли с Морохом, они презентовали, да? Да, у них релиз был Презентация, и вы помогали ребятам Как в целом отыграли концерт, как ребята вам вообще? Мне очень понравилось, для меня лично два лучших концерта цыгана были Знаками для остальных Они очень хорошие, да? Я согласен с ним Мы с ребятами были знакомы, у нас еще концы был с Диезами и с Кореей осенью Но у нас тогда были разные гримерки с ними, мы как бы друг друга знаем А тут познакомились, потому что там, ну, вместе съездили туда на разных поездках, обратно на одном прям, в купешке Мне очень понравилось с ребятами, когда мы ехали все в купешках, в вагоне, в Москву Я сидел, короче, с ними часа два, наверное, они мне байки турыли, травили, я думал, и сдохну там вообще Хорошие ребята Морох привет И концерты хорошие тоже были Все там по организации круто и народные Ну бьют на уровне Да, это главное Организация вообще роскошная В гримерке был чай, мед и варенье Чай, мед И пицца была еще И биться И душ И душ В обеих Это вообще лучшее просто В Питере и в Москве В Москве не было В Москве был душ Мы просто не мылись Потому что, типа, ну... В угломерате, да, Игорь? Были даже полотенца в гримере Короче, после выступления зайти в душ, это одно из лучших ощущений Не знаю Никогда не пробовал Идеальный тайминг Это отдельная тема И пару банальных вопросов в связи с названием вашей группы Вот вы называетесь группа Цыган А кто-нибудь из вас когда-нибудь лошадь воровал? Нет, я боюсь Они шаги до жути Я даже не подхожу к нему Они щипаются Больно Гематолог Я даже лошадь укусил милицейскую Она париться забирала в парке Как мы ее пили И, короче, я хотел ее погладить А лошадь звали Петя Они щипаются Я ее глажу Она говорит Петя кусается Не гладится И правда я тебя палец укусил Они больно кусаются Да, очень больно А это похоже как люди кусают? У них же тоже плоские зубы Слушай, но она прикусила Как бы если она совсем куснула А прикусила Щипает лошадь Типа она так намекнула Типа она была бы страшна Кто может ампутировать Если за рно гуще щипнет Может ампутировать Ох Если там гематома большая Медицин нет в стране Не рекомендую связаться с этими Да Отличаются чем-то лошади Которые полицейские лошади И обычные Полицейские лошади Я больше спросил Некаянно это звучит Меня закроют Ох 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 А шамбл Ну и вопрос Сколько у вас золотых зубов На всю группу? Пока ни одного Но возможно Пока теряются только зубы Да теряются Все хотят золотые Но что-то блин У меня вчера только выпал зуб Может кстати это Могу показать Вставляйте золотые тогда Я думаю прям очень Слушай еще 30 лет впереди 30? Ну 20 лет Ты себя отчитал уже? Нет я хочу Вот честно Хочу быть дедом Я имею в виду В будущем дожить Прям до старости Чтобы выходить на сцену На сцену Как раз второй айбон выйти Про роботов Про роботов Про роботов Ты хочешь так не выглядеть Нет Нет В смысле Будет другой барабанщик Этим Умни блять И без барабанщика Шва Все супер пиздец Так что нет Барни нормальный Вспомни Ох Ох Если бы вы получили возможность Отправиться в прошлое или в будущее Что бы вы изменили? Ничего Я бы выпустил второй альбом пораньше А на сколько в прошлое? Настолько Насколько в будущее Типа Насколько ты хочешь Я бы просто отправился где динозавры И все И ничего бы не меняло Там бы остался? Ну он сидит с поэром Самый тупой ответ просто на такой вопрос Я просто баху Ну он не он Васильна Рептилий Он не хочет Не могу Задухая Священная заяц Присвищая титу Става Задухая На земле За праздно Весна Танцовок Свощи за ночной Кто, как раз, пристучит ворона Их насажет из чистой наклой Это пещерца слепой Ставится кое-какой Этот осторожный пьет Знает, дорогие все По своему, смелый волк Водокат по мультису За заговорами и прочее Кто, как раз, мой брат Водокат, войдут на годокат Смеяться над собой в деколатке Освимай, вода и смерть Освятил дорогу, давай Девья, троси, отдавай, так, как мы Тобой, бесы, не подогреть Она, твоя натулит, раненых жителей Постой, без порудов Водокат, огонь достой Умирса не страдут Погреть Смерть 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 И смерть Он antes Не смерть За дорога Крячет И все не под цикл! Под цикл! Цикл! А есть у подписчиков вопрос? Да, вопрос от подписчиков. А есть вопрос про студию DTH? Есть вопрос? Про студию DTH расскажите, можете про рекламировать. А про старый состав есть вопрос? У нас еще новый состав классный вообще. Ну а когда вообще новый состав образовался? Когда образовался? В конце 19-го года. Ну и полтора года это уже не новый состав. Это уже устоявшийся. Это наверное золотой состав. Просто кажется, что так это недавно было. Потому что концерков было мало из-за ковида и всего остального. По факту мы сыграли два или три концерта и сразу случилось апрельский локдаун. И потом до сентября, до октября у нас в октябре был концерт. В сентябре было? А, в сентябре с Киеви у нас был сначала концерт. Потом в октябре был с Дьезри, с Кореей. И отменился тур. Потому что кое-кто заболел ковидом. И заразил остальных. А все переболели? Да, да. Не разом все, но в какой-то момент да. В целом. Я в два раза переболел и перевился еще. Надеюсь, спутником? Да, да. Вторая перевивка осталась. Миздец. Тяжело переносил, да? Ну, сам ковид, да, не очень. Я неожиданно прям так свалился на две недели от 38 температуры. Ну, вот Виталик тоже полегче чуть-чуть переболел. Конечно, я отлечился. Конечно, полегче. Я сразу вызвал врача, мне принес амифавир. Я его пил, мне все нормально, даже не кашлял. А ты лежал 38-3 недели. Две. Ну, бесполезно. Вообще, дичь. Ты сразу в РУСБУ лежал 37-1. С метангом маслом. Как будто 10-дневный бадун ты лежишь. Ну, как бы ковид, надо что делать. А вот Виталик меня провели. С пользой? Я вот супер с пользой. Я первый раз за 10 лет взял гитару и под метрономом занимался. Ну, то есть мы от Саганя вообще что-то реально забыли на пол. Ну, бессмысленно было. Ну, не то, что какая-то... Устали, наверное. Не, ну, продуктивно вообще прошло. Даже не... Я свою профессию выучился на стирочках, а сейчас суперпродуктивно. Я вышел из токсичных отношений и чувствовал себя вообще просто нереально офигенно. С Петром Мартичем, да? Да, с Петром Мартичем. С Петром Мартичем. Петар, привет. Я, думаю, месяц тусовался в Апекс играл. И... И потом я начал работать потихоньку. Ничего не делал. Просто выходил, все соблюдал. Думал, ну, опасная болезнь. Ну... А я гулял в парк. Еще никуда не ходил. Просто дома сидел. А, еще я вышел из... Забыл сказать. Я вышел из токсичных отношений и я набрал, короче, впервые в жизни весил 105 килограмм. Да, это было мощно. Это было очень мощно. Собираюсь с моциками на рейтинге. Это было очень мощно. И слышал, он такие... Как в макерском периоде, стаканы трясутся с водой. Он еще в шортыках зашел. Там ноги толще, чем у Санька. Ни раза в два, блин. Я раз еще и морду свои... А, да, заходят без ура. Мы такие... Чего? Да, было мощно, да. Какой-то просто большой младенец пришел. Гигантский младенец. Гигантский младенец, да. Младенец великой. Так и было, да. Блин, да. Причем, мы спрашиваем. Арс, зачем ты бород забрал? Он такой... Ну, я вот смотрю на себя в зеркало. И поэтому мотивирует меня. Это, типа, сбрасывается и тому подобное. Блин, я бы еще брови забрал. Было бы мощно. Если борода-то отрастет, брови могут не отрастить. А ты быстро скинул еще? Ну... На самом деле, да. Я прям, когда я взялся, но я потом бросил. Вот. И скинул. Где-то сейчас я вешу 85, и у меня, в принципе, нормально. Хочется еще, конечно, но... Во всяком случае, знаешь, нет ощущения... В рвотных позывах, когда на себя в зеркало смотришь. Потому что это было прям... А когда смотришь на себя в зеркало голым или одетым? И голым, и одетым. Да, нормально. Вообще, это прям очень плохо было. Вообще, я очень сильно странал. Ну, и на этой, я думаю, толстой ноте мы закончим наше интервью. Спасибо вам большое, ребята. Очень круто отыграли. Очень классно пообщались. Очень приятные молодые люди. Очень приятные молодые люди просто. В общем, хорошего вам будущего. Куча всяких крутых концертов, хороших знакомств, куча туров и всего альбомов про роботов. Олег, у меня есть вопрос. Когда у нас будет совместный концерт с Болли Хамберсом? Давайте сделаем. Ну, типа, что-то. Надо просто подписаться вместе. А у вас духовые есть? Да, да. А вы хотите духовые или что-то? По-руже, да? У нас Леха в славу долю просто играет рэк совместный. Конечно. А вот вам и фит как бы замечается, да? Очень мало. А, я думал про вокальные только фиты. Инструментальный фит. Да и инструментальный тоже. Ну, это вообще, конечно, надо делать в смысле. У нас еще акустическая программа. Да. Я думаю, вообще пизда-то будет, если духовые, например, куда-нибудь припихнуть вам. Так что... Когда-нибудь припихнем вам, как я так сказать. Так что давай. Вместо скрипов на линтер. О, господа. Все, прощаемся. Ну, давайте обниматься. Давайте обниматься! Ура, обниматься! Ура, обниматься! Ура, обниматься! Влад, что делать? Ура, вставать, у меня нога. Все, подписывайтесь на канал, колокольчик. Там, бубенцы и так далее. Подписывайтесь на канал, колокольчики, бубенцы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok